Продолжение следует... Участие принимать не будет. Россия является частью переговорного формата 5 плюс 2, но сам формат мертв и вряд ли подлежит реанимации. А сама Россия терпит поражение на полях сражений в Украине, почти полностью изолирована на международной арене и находится под самыми жесткими в новой и новейшей истории международными санкциями. Шансы на окончательное урегулирование конфликта сегодня велики. И это урегулирование будет достигнуто мирными политическими средствами. Решающую роль в этом будет играть Киев и страны свободного мира. Но не Россия. Пытаясь это предотвратить, Кремль грозит Молдове защитой прав русскоязычных. А так называемый президент ПМР Красносельский шлет Майсанду письма с предложениями немедленно начать переговоры по мирному урегулированию конфликта. Все понятно. Кремль и Тирасполь, которые на протяжении 30 лет делали все возможное для сохранения статуса КВО на Днестре, сегодня, видя реальную перспективу урегулирования конфликта, пытаются добиться выгодного им решения. Им, но не населению региона и Молдовы в целом. 30 лет российские, приднестровские, молдавские правобережные политики и чиновники в орье всех мастей зарабатывали миллионы и миллиарды на статусе зоны беззакония, статусе черной дыры Приднестровья. Сегодня Кишинев в этом участвовать больше не желает и рассматривает перспективу политического урегулирования конфликта не по сценариям России. Это приводит Москву и Тирасполь в негодование и ужас. Очевидно, что заявления Кремля и письма Тирасполя не имеют ничего общего с правами русскоязычных. Тут речь о другом, о желании и дальше держать Молдову за горло и продолжать воровать. В данном случае, так называемая защита прав русскоязычных, это универсальное оправдание агрессии не сработает, потому что у России нет для этого ресурсов. Все их действия – чистой воды пропаганда и запугивание. У России нет или очень мало ресурсов для удержания захваченных территорий в Украине. В первую очередь, это касается Херсона, который, без сомнения, рано или поздно будет освобожден. В этих условиях маниакальное стремление Кремля провести, а на самом деле просто объявить состоявшимися референдумы о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России, также является попыткой запугать Запад Украину. Понятно, что не будет никакого воли и изъявления народа, и никто никогда эти так называемые референдумы не признает. Однако России, они дадут пропагандистскую возможность, о праве тут говорить нельзя, заявить, что в эти области стали частью территории России. Поэтому действия ВСУ по освобождению своих земель Россия будет представлять как нападение на свою территорию. И это якобы даст право России на применение ядерного оружия. Вот она суть этого стремления провести, условно говоря, референдумы во что бы то ни стало. Запугать свободный мир, запугать Украину, заставить ВСУ остановиться. Других ресурсов для этого у России больше нет. По-другому остановить ВСУ Россия не может. Ложь, угрозы и пропаганда – вот инструменты войны и международных отношений путинской России. На фоне всего этого странно видеть и слышать, как оппозиция в Молдове продолжает молчать по поводу войны. Еще ни одна так называемая пророссийская партия в парламенте и вне его не осудила действия агрессора. Странно слышать, как представители этих партий продолжают посылать руководство Молдовы в Москву договариваться с военными преступниками по цене на газ. На днях некоторые члены Народного собрания Гагаузии по преимуществу члены партии социалистов на встрече с президентом в Камрате требовали от нее поездки в Москву и переговоров с Путиным. Удивительно все-таки, что люди не чувствуют, как все изменилось после 24 февраля текущего года. Россия – страна-изгой, а ее руководство – военные преступники. Весь мир это понимает, но не молдавская пророссийская оппозиция. Россия не рукопожатна. Мало того, похоже, окончательно почил в БОЗе и проекты вразийской интеграции. Россия перестала быть ядром, мотором и гарантом этого проекта. Посмотрите, как предала Россия Армению, а та даже в ОДКБ вошла. Интеграционные процессы в этом регионе мира имеют место, но их движущей силой является не Россия, а другие страны, в первую очередь Китай. То, что предлагает миру путинская Россия – это русская версия фашизма. Стремиться сотрудничать с фашистским режимом и даже жить в мире фашистских ценностей – это ненормально. Путин не восстанавливает союз советских социалистических республик. Союз, в отличие от путинского режима, стоял на основательном идеологическом фундаменте. Он не восстанавливает дружбу народов и колхозы. Ничего этого не будет. То, что делает путинский режим – это не возвращение в советское прошлое, это отбрасывание России и окружающего ее пространства в период гитлеровской Германии. Путин не антисемит. Это отличает его от фюрера. Но во многом остальном они близнецы-братья. Ложь, война, кровь, убийства, военные преступления. Об этом необходимо говорить, объяснять без устали тем, кто после полугода войны не понимают, что происходит, и продолжают зазывать в Молдову освободителей.